Идея Торы и важность обучения в раббинистическом представлении Тора — это не просто набор каких-то законов и предписаний. Но это даже больше, чем просто полноценный образ жизни. И вот что говорят некоторые раввины. Когда Бог сотворил мир, как Он это сделал? С чем Он сравнивал этот мир? С кем Он должен быть? The Holy One, blessed be He, consulted His Torah. Again? The Holy One, blessed be He, and the Holy One, blessed be He, consulted His Torah. He consulted. He consulted. He looked into, looked into the Torah. Святой Бог, посмотрел в Тору, and made the world according to the Torah. И Он сотворил закон соответствия с Торой. Now that's similar to the idea in Genesis and in John chapter 1. И это похоже с тем, что говорится в Бытии и в первой главе Иоанна. Потому что через Слово Бога мир начал существовать. И также можно понять, что раввины думают о Торе. So the study of the Torah does more than just show you what to do. Изучение Торы помогает понять, дает намного больше, чем просто указание, что делать. Or show you what not to do. The Torah makes you wise. The Torah makes you wise. But wisdom is more than just a few simple understandings of life. И мудрость — это больше, чем просто какие-то небольшие простые понимания жизни. The more you study the Torah, the more you think like the world was created. то тем больше вы будете думать о том, как сотворен был мир. The more you understand reality, the more you have true insight и тем больше у вас будет разумения настоящего природы вещей. Понимаете? Now, most believers have a or many believers have a similar view about the whole Bible. У многих верующих есть аналогичный взгляд на Библию. Так как это помогает понять ум Бога, разум Божий. То, каким образом Бог думает о действительности. И есть очень хорошее определение слова «мудрость» — это смотреть на жизнь с точки зрения Бога. Поэтому изучение Торы изучение Торы, которое преображает и также образует вас, делает вас образованными. Почему вы изучаете? и таким образом вы больше соответствуете той реальности, которая должна быть на самом деле. И самая важная заповедь в иудаизме — это изучение Торы. И это основная причина, почему учеба была настолько важна для еврейского народа. И даже для тех евреев, которые не очень религиозны, всегда у них была такая склонность к обучению и к учебе. И поэтому евреи стали людьми книги. Так как независимо от того, куда вы пойдете, поедете, всегда при вас будут ваши знания. И также есть еще один аспект, который исходит из страдания еврейского народа. Когда я был еще подростком, мой отец сказал мне одну вещь. Ну, я был, как все остальные американские тинейджеры. Я думал, что мой отец знает вообще? Но я помню этот комментарий. Он сказал, получи образование, потому что они никогда не смогут забрать его у тебя. И если вы понимаете это утверждение, вы также поймете намного больше, что означает быть евреем. Понятно? Потому что быть евреем в этом мире в основном значит небезопасность. что не образованный человек не может быть на самом деле набожным человеком. Почему? Потому что он не знает, как правильно служить Богу. и если вы евреи, и вы смотрите на Римно-католическую церковь, на всех идолы, потом вы вспоминаете православную церковь, с иконами, и картинами. И так же вы вспоминаете Вторую заповедь. Понятно? Однажды я говорил со своим другом, христианином. И я думаю, мы говорили об православной церкви. Может быть, греко-католическая церковь. У них так же есть свои иконы. И я выразил свое недовольство к такой идее. И он сказал, ну, Волтер, тебе нужно понять один факт. Тысячу лет назад когда христианские миссионеры ехали в новые земли. Все люди, которые жили там, они были неграмотными. Они не могли читать Библию. Поэтому картины помогали им понять историю. Я сказал, хорошо. Я думаю, в таком-то понимании это нормально. Но позже я начал думать, если церковь не отвергла иудаизм, то они бы были намного умнее, мудрее. Я имею в виду, каждый был бы намного умнее. И я это на самом деле говорю, что каждый был бы намного умнее. Потому что церковь бы учила каждого читать и думать и понимать. и это делает вас умнее. И я думал, почему церковь не образовывала, не давала образование людям, когда она проникала на новую территорию. на такой вопрос существует очень много разных всевозможных ответов. Еще есть одна очень важная идея в отношении Торы. Я не знаю, где точно я могу этот факт, эту идею вписать в мой конспект лекции. Набросок схему лекции. Поэтому я сделаю это сейчас. Есть одно высказывание в Перке и Авод чтобы сделать забор для Торы. И что это значит? Когда Раббики думали об Адаме и Еве и Демском саде, Бог сказал не вкушайте от дерева, от плода дерева. Но что Ева сказала змею? Мы не должны вкушать или прикасаться к плоду. от откуда появились эти слова эта идея не прикасайтесь. Поэтому может быть Адам сказал Еве, что не нужно прикасаться к плодам. и вот что Раввины говорят по этому поводу. Что змей подтолкнул Еву к дереву и сказал Еве, ну смотри, ты прикоснулась к плоду и ты еще не умерла. Поэтому можешь кушать. Поэтому он обманул ее. Ну, я не думаю, что так и было. А что если там вокруг дерева был забор? Тогда вы не смогли достаточно близко подойти к дереву. So the rabbis understand that part of what they're doing when they're making halacha they're not telling you just how to keep the specific commandment but they make a couple of extra rules that they make a couple of extra rules that are about the commandment that are the commandment so that you're not even focused on the commandment so that you don't need to focus on the commandment so that you're focusing on is two or three steps removed from the commandment of the two or three steps of the instructions that are coming to the commandment so you can't even get close to the commandment to break it Таким образом, вы даже не можете достаточно подобраться к заповеди, чтобы ее разрушить. Чтобы нарушить заповедь. И у меня есть два таких основных момента, что бы я хотел сказать. Один, что за этим есть определенный смысл. Но с другой стороны, такая тенденция может очень далеко зайти. Вы можете закончить так, что целый день будете думать о этой серии правил руководств и инструкций. И если вы выросли в ортодоксальной семье. Вы просто это делаете. Это происходит автоматически. Но давайте представим, что вы хотите стать ортодоксальным евреем. Вам понадобится целая жизнь, чтобы понять, что нужно делать каждый день. И христиане делают что-то подобное. Например. Например, к вам пришел ваш друг. Верующий. Но до верования он был ужасным алкоголиком. Он подходит к вам и говорит, у меня есть проблема. Дважды в этой неделе я напивался. И кажется, что я просто не могу себе помочь. И каждый раз, когда я иду на работу каждый день. Я прохожу мимо этого бара, который я тогда посещал очень часто. Наши друзья там находятся. Хорошо проводят время. Ну, просто хочу зайти туда, сказать привет моим друзьям. И до того, как это произошло, я один раз выпил, второй раз, десятый раз. То, что бы вы сказали своему другу? Что? Иди там. Иди другой дорогой. Это еще одна идея проиллюстрировать как эту идею забор из торы. Или Библия говорит, не пей водку. Вам не надо там сидеть и держать эту бутылку в руках и спрашивать себя, должен ли я выпить или не должен выпить. Давайте поговорим еще об одной идее в отношении торы. И это отличается от христианской идеи. Это тора и откровение. Когда христиане думают о Библии, они думают, что вся Библия открыта Богом, вдохновлена Богом. И если она вдохновлена Богом, то в равной степени она вся исходит от Бога. Павел говорит, все Писание Бог вдохновенно. И конечно он говорил о Ветхом Завете. И мы верим, что Новый Завет имеет такую же власть. У Равинов есть немного отличающийся от этого мнения. В иудаизме тора имеет больше полномочий, более власти, чем остальная часть Писаний. И пророки намного важны, чем Писание. Вы знаете еврейское слово Библии? Танах. Танах исходит из трех букв. Та, которая начинается Тора. Карь, ктавим, Буква Н на начальную букву, с эмина, Карь, ктавим, Писание Писаний. и «к» стоит слово «ктувим» Писание. И основная мысль, что чем ближе вы подходите к откровению на горе Синай, то тем большая степень вдохновенности. Давайте поговорим о Торе в мессианском веке. Какой будет Тора в мессианском веке? Будет ли вся Тора в действии, в силе оставаться, вся? И в иудаизме есть два основных взгляда. И там говорится, что вся Тора, в том числе и с этим забором, и везде она будет исполняться совершенно. Но также есть меньшинство людей, которые верят, и это очень интересный взгляд. и это похоже на то, что Павел говорит в послании к римлянам. Те, которые ведомы Духом Святым и праведны, и соответствуют Торе. Вы читали это в посланиях апостола Павла. И вот еврейский взгляд. И они говорят об идее дерева жизни в Эдемском саду. И дерево жизни становится символом влияния и присутствия Бога. И вот что они говорят. Что дерево жизни будет настолько сильно, настолько влиятельно, когда придет Мессия, так что нам не понадобятся все подробности письменной Торы. Понятно это? И это тот взгляд, который более близок к новозаветной точке зрения. Зная этот факт, помогло мне один раз в разговоре с Равином. Во-первых, то, что я знал это. И сказал ему, что я немного этот вопрос изучал. И такая идея помогла мне понять в Новом Завете. Понять о Духе Святом и о рождении свыше. И это помогло мне понять именно еврейское точка зрения. Понятно это? Давайте теперь перейдем к индивидуальному митцводу. Заповедям. Сколько митцвод существует? Сколько из них возможно соблюдать в наши дни? Меньше, чем 300. Почему? Потому что большинство из тех заповедей имеют отношение к храму. И храма уже нет. И поэтому некоторые религиозные евреи, которые изучали это, Они должны быть готовы, если вдруг будет восстановлен храм. Но также за пределами израильской земли. Есть много заповедей, о которых раввины говорят, не надо их применять. Все эти заповеди, которые имеют отношение к сельскому хозяйству. Не применяйте эти заповеди за пределами обитаванной земли. И Иешуа спросили, какая наибольшая заповедь? Что он ответил им? Возлюби его ближнего, какая была первая? Возлюби Господа Бога. Подумайте об этом на минутку. Ему задали такой вопрос. Они спросили, какая наибольшая заповедь в единственном числе. Но он дал две заповеди. Первое, возлюби Господа всем сердцем, душой. Но почему же он добавил вторую заповедь? Почему не три? Четыре, пять. Но основной момент. Ему задали вопрос об одной заповеди, а он дает две заповеди. И вот применение. То, что первую заповедь невозможно понять без второй. Вы понимаете? Понятно. Окей. Whereas, you probably can understand the first one if you just have the second one. You probably can understand the first one if you just have the second one. Only together. И если бы у вас была только вторая заповедь, you would probably fulfill the first one. То, вероятно, вы бы исполнили и первую. Вы понимаете? Man is created in the image of God. Человек сотворен по образу Бога. How you treat man То, каким образом вы относитесь к человеку Is the mark of how godly a person you are. Это знак того, насколько вы набожны. Вы можете молиться и поститься целый день. Вы можете поклоняться и петь Богу. Но если вы не любите других людей, то все равно. Whereas, if you love other people, в то время, если вы любите других людей, who are created in the image of God, и они сотворены по образу Бога, это тоже подобно любить Бога, который в них. Окей. Let's talk about the three main parts of orthodox life. И теперь мы перейдем к трем основным частям Ортодоксальной жизни. First, kashrut. Первое, это kashrut. Now, the rabbinic idea of kosher, or kashrut, is much bigger than what Christians think of. И то, что раввины говорят о kosher, или kashrutе, намного шире, то, что христиане вообще говорят об этом. Many messianic Jews are like me. И многие messianские евреи подобны мне. I say I keep biblical kosher. Again? Biblical kosher. Я исполняю библейский kosher. What I mean is, I don't eat pork. Я имею ввиду, я не ем свинину. Shellfish, you know, shrimp, lobster, crabs. Устрицы, крабы, и все такое. I also don't eat lions and tigers. Также львов и тигров я не ем. Not many people do, but, you know. In other words, I don't eat the forbidden foods. I don't eat the forbidden foods. I don't eat blood. I don't eat blood. I don't eat blood. Okay. But for the rabbis, kosher is bigger, much bigger. Но для раввинов, kosher намного шире понятие. More than once, it says in the Bible, and the Torah, it says, you shall not boil a baby goat in its mother's milk. Не варить козленка в молоке матери его. Now, in the rabbinic view, And with the rabbinic view, There are no extra words in the Torah. In the Torah, there are no extra words in the Torah. There are no extra letters in the Torah. In the Torah, there are no extra words in the Torah. So, if something is repeated, So, if something is repeated, Then it's not just a reminder. It's not just a reminder. You're supposed to get something else out of it. But you're supposed to get something else out of it. Now, Maimonides, you know, in around 1300, 1200, 1300, Maimonides XII or XIII век said that it was speaking of a pagan custom. Он говорит, что была языческая традиция, обряд, which modern archaeologists have confirmed. И что подтвердили современные археологи. But the rabbis said, no, we're going to get more out of that. И норовинных сказали, нет, мы все-таки больше возьмем из этого. So, he said, we don't, we will not mix eating meat and eating any dairy products. И он сказал, мы не будем есть одновременно мясные и молочные продукты. So, the orthodox don't do that. Поэтому orthodoxальные евреи не делают этого. They don't allow the two foods to get close to each other. И они не позволяют даже близко лежать этим продуктам. You're not allowed to eat meat until at least, I think it's an hour after you eat dairy products. Until you have to wait at least one hour. и нужно подождать где-то один час после того, как вы съели мясо, а потом есть молочные продукты. But after eating meat, и после того, как вы съели мясо, you have to wait even longer before you can eat any dairy products. То есть, наоборот, сначала молочные продукты, час подождали мясо, а если мясо съели, надо ждать еще больше, чтобы потом есть молочные продукты. В Америке это шесть часов. И в некоторых европейских странах немного меньше времени. I think one country might even say one hour or two hours. И кажется, в одной стране даже разрешается от одного до двух часов после еды. Now, fish are neutral. Рыба — это нейтральная еда. Можно кушать и с молоком, и с мясом. So, in America, this is a big industry. И в Америке это очень большой бизнес. You go to the grocery store and lots and lots and lots of products. Вы идете в универсам, где очень много разных продуктов. We'll have a K sign or a U sign. На котором будет буква K или буква U. То есть подтверждена, одобрена ли еда раввинистическим советом и можно ли отнести еду к кашруту. И ортодоксальные евреи хотели быть очень строгими. Поэтому у них есть больше, чем один столовый прибор. столовых приборов, приспособлений кухонных. И у некоторых есть несколько две холодильника, две плиты. просто на тот случай, если вы забудете и случайно поставите или смешаете продукты. Но у большинства евреев есть два набора посуды. А у некоторых еще третий набор для пасхальной недели. И только у нескольких будет четвертый набор также для пасхальной недели. Но это очень редко. И та еда, которая вам позволительно есть, называется кошер. Кошерная еда. Та еда, которую вы не позволите есть, называется трейф. Трейф. Та еда, которая непозволительна для еды. Трейф. Называется трефна. И был один ортодоксальный еврей, который готовился совершить посадку в самолет. И ему необходимо было пройти сквозь службу безопасности. И этот работник службы безопасности открывает его чемодан. и там в чемодане он увидит четыре набора челюстей, искусственных зубов. И этот инспектор говорит, четыре набора челюстей, это все твои, да, мои. Зачем тебе нужно четыре набора? Ну, он говорит, я ортодоксальный еврей, у нас есть определенные диетические законы, законы к еде. Поэтому один набор у меня для мясных продуктов. Вторые для молочных продуктов. А третий для пасхальной недели. инспектор спрашивает, а четвертый для чего? Он говорит, ну, иногда мне нравится покушать трефну. Окей. Это напоминает мне о что один из моих преподавателей в Джудеизме сказал в Клевленд колледже европейских студий. Как сказал один мой преподаватель там где учился Клевленд еврейский институт иудаизма. Там где учился. Каждый закон, который составляют раввины, они пытаются сделать закон, с помощью которого можно обойти первое. Now, the second major pillar of Jewish life. Тахарата мишпаха. It means family purity. семейная чистота семейной жизни. Now, how many of you know where this comes from in the Bible? Кто из вас знает основание этому в Библии, где находится? Anybody? Левайт. Okay. When a woman, anybody that is bleeding or has an open sore, becomes ritually unclean. They can't go into the temple. And if they touch someone, that person becomes unclean. And also, прикоснувшись к кому-то, они делают того человека нечистым. Now, a woman during her monthly cycle becomes ritually unclean. женщина во время своих menstruального cycle также становится нечистой. So, taharat ha-mishpacha is the whole set of regulations that address this part of life. And you know in the Bible it says you're not supposed to have sex with your wife during her monthly cycle. And also, in the Bible it says to not have полов of relationships with her menstrual cycle. Which, by the way, is much healthier also. And also, it also, when it says that you can't have sex with your wife while she has her monthly cycle, and you have to wait seven days. And it says you have to wait seven days. Then she washes herself with water. Then you can have sex again. Now, when it says wait the seven days, it's a little bit ambiguous, unclear, as to whether it means just seven days, or seven days after the stop of the bleeding. Now, the second way is the way the rabbis took it. And the second way is the way the rabbis took it. Which means orthodox Jews don't have sex for two weeks out of the month. And what means that orthodox Jews don't have sex for two weeks of the month is a woman most likely to get pregnant on? The 15th day. So just when orthodox Jews are ready to come back together, it's at the height of when a woman can get pregnant. now most modern Jews, orthodox Jews, I should say many orthodox Jews, want to have lots of kids, want to have lots of children, so, in the neighborhood in the neighborhood I used to live in, in Cleveland, lots of families with 8, 10, 12 kids. How many? Lots of families with 8, 10, 12 kids. It reminds me of the not-so-intelligent Jew living in a Stetel in Ukraine. Which city? A Stetel, a little village. It reminds me about one Jew who lived in Stetel in Ukraine. Every year his wife would have a baby. Every year his wife would have a baby. And after a few years it was getting very difficult to take care of and feed these new babies. It was getting very difficult to take care of and feed these new babies. So finally this man went to the rabbi and said Rabbi, my wife keeps having a baby every year. He said Rabbi, my wife keeps having a baby every year. it's just too much for us. What should I do? Rabbi thought for a second and then said nothing. Orthodox Jews will have often two beds to sleep separately while the wife has her period. Because what does the Bible say? Don't touch your wife or you become ritually unclean. a lot of people say how can the Orthodox do that? And many people ask, how can the Orthodox do that? Two weeks out of every month. две недели в каждом месяце. The Orthodox say it helps strengthen other parts of the relationship. Orthodox say it helps strengthen other parts of the relationship. Talking, getting to know one another. and also the anticipation makes the event better when it happens. and also the expectation and the expectation makes this event better. Okay. The third main component of Orthodox life is, the third pillar is the Shabbat. I'm going to say a little bit more about the Shabbat later. But right here I just want to speak on its impact of the family. The Shabbat became a refuge It was a day where no work was done. It was a day with no work was done. The food had been prepared ahead of time so the wife didn't have to work. The food had been prepared ahead of time so the wife didn't have to work. And it allowed a peace to be in the house. It was like an experience of eternity in the midst of time. where all you had to do was focus on the Torah spiritual things and family life. and in places where Jews live close to one another and in places where Jews live close to one another there's a rhythm to the Shabbat to the Shabbat. Just before dark you'll see the men walking to synagogue walking home about the same time and they'll be and they'll be going home to sit down for a nice Shabbat meal tomorrow morning to the synagogue again and from the next morning to the next to the synagogue and home for a meal that was cooked the day before and then to return to the morning being with your family being with your family находиться быть вместе со своей семьей walking in the neighborhood being with friends быть вместе с друзьями ходить в гости к соседям so the whole Orthodox Jewish community keeps the same rhythm и поэтому вся еврейская община соблюдает тот же одинаковый ритм жизни and it really does help build community and that it helps build community and it позволяет созидать это общество now let me talk about something related to the Shabbat и также я хотел бы сказать о чем-то что имеет отношение к Shabbату it's the idea of an Eruv это идея Eruv what is an Eruv что такое Eruv well it's kind of an artificial thing это что-то такое искусственное и в раббинистическом законе there were certain things that you could do on Shabbat inside a walled city that you could not do outside of a walled city so as Jews moved out from Israel и когда евреи выехали за пределы Израиля и в те места и страны где не было городов со стенами said okay how can we enable ourselves to do some of these things that we could if we were in a walled city again we'd like to be able to do some of the things that we can't do for instance in a walled area a woman can take her baby outside of the house and push it in a baby stroller but not outside of a walled area I don't know exactly why but that's the way it works стены города I don't know how it was but it's like this so the rabbi said we'll build an eruv 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 they'll take wire string rope and string it around part a neighborhood and they say this is now an enclosed area and we can now do the things that we want you know couldn't do otherwise remember what my judaism teacher said you invent a law then you try to find a way around it you invent a law you invent a law then you try to find a way around it okay next concept it's about family life and what's called Shalom Bayit Shalom Bayit Shalom Bayit means peace in the house Shalom Bayit означает мир в доме and it's very important concept in Jewish life it's a very important concept in Jewish life the idea that the home is to be a place of peace so for the sake of Shalom Bayit there are some things you won't say you'd like to say them now but you won't you won't say it at all or you'll wait till later especially you won't start an argument right before the Shabbat because then you won't have peace on the Shabbat in your house in orthodox life everybody knows their place the husband knows his role муж знает свою роль wife knows his жена знает свою роль the children learn theirs дети учатся своему и когда каждый знает что от них ожидается то все намного лучше работает вместе и конечно когда каждый в семье живет в соответствии с Торой соответствии с одинаковыми религиозными стандартами и целями которые принимает каждый тогда это будет намного легче и в иудаизме дети играют очень важную роль дети это дар от Бога они будут теми которые продолжат еврейское наследие и конечно они также должны знать Тору и поэтому даже в христианском мире в Америке я встречал христиан которые говорили мне что они завидуют еврейскому стилю жизни семье так как репутация у них была такая что они близки друг к другу и это было более истинно в прошлом и в наши дни когда больше евреев находятся под влиянием другой культуры и они становятся более похожими на всех окружающих моя следующая тема она усложняется поэтому я не буду начинать ее так как осталось только пару минут и завтра мы будем говорить о грехе и искуплении